Сегодня в мире наблюдается расширение сферы охвата и географии коронавирусной инфекции COVID-19. Возрастает также негативное влияние новой инфекции на глобальную экономику, международные финансовые и товарные рынки, в том числе цены на нефть. В целях предотвращения распространения коронавируса в Азербайджане введены особые режимы работы. В области торговли, туризма, общественного питания обеспечена социальная изоляция населения. Естественно, принятые меры могут ослабить деловую активность в стране. Тема продолжим с гостем нашей студии, вице-президентом конфедерации предпринимателя Азербайджана Вугаром Зейналовым. Добрый день. Здравствуйте. Что вы можете сказать о мерах в целом, предпринимаемых в Азербайджане для отражения негативных тенденций, которые могут произойти в экономике? В целом, можно сказать, что отрицательное влияние на предпринимателей в Азербайджане не столько связано со спадом в экономике, а в основном связано со сопоставлением пандемии. То есть, потому что многие предприниматели перешли в специальный режим. Есть предприниматели, которые остановили работу для того, чтобы меньше сделать общения, так сказать, людей между собой. Есть предприниматели, которые перешли в домашний, значит, удаленный режим работы. Но в связи с этим в основном страдают туристические компании, в основном страдают транспортные компании, которые занимаются международными перевозками, грузоперевозками. В связи с этим также страдают предприятия общественного питания. На предприятиях общественного питания за последнюю неделю наблюдается от 50 до 80% спад клиентов. И также, соответственно, допустим, те предприятия, которые владеют кинотеатрами, торговыми центрами и так далее. Какие меры вводят? Значит, в связи с этим конфедерация предпринимателей адресовала обращение ко всем предпринимателям. Обращение под собой подразумевало два направления. Первое направление – это четкое исследование рекомендациям оперативного штаба при Кабинете министров. Кстати, хочу отметить, что предприниматели очень оперативно приняли меры. Правда, есть трудности некоторые, допустим, с нехваткой спирта. Но этот вопрос мы решили за счет местных спиртопроизводителей. Но с нехваткой масок до сих пор есть трудности. Мы пытаемся их решить. Это была первая часть обращения. А вторая часть обращения заключалась в том, чтобы в этот период, период распространения пандемии, чтобы предприниматели тесно были в контакте с конфедерацией, для того, чтобы мы смогли обобщить, изучить и обобщить все негативные тенденции, которые есть в бизнесе. И, соответственно, обратиться к правительству для оказания помощи. Для финансирования мер по снижению негативного влияния пандемии коронавируса на экономику Азербайджана президент Ильхам Алиев выделил из госбюджета на 2020 год Кабинету министров 1 миллиард монатов. Как это повлияет на обеспечение стабильности экономики страны в целом, а также пострадавшим от пандемии субъектам предпринимательства? Ну, я вам скажу, что мы, значит, соответствующую работу уже с первых дней принятия мер по предотвращению распространения пандемии, с первых дней мы проводим опрос между нашими предпринимателями, изучаем ситуацию, проводим мониторинг по поводу этого. И я, как вам сказал до этого, значит, мы выявили в основном пострадавшие предприятия. И сейчас этот указ, то есть выделенные эти средства будут направлены на то, чтобы, значит, не закрывались рабочие места на предприятиях. То есть это могут быть разные меры в том плане, что это могут быть субсидии на выдачу заработной платы, это могут быть субсидии на оплату аренды, потому что некоторые отели, уже есть закрывшиеся отели, потому что они не могут, нет туристов вообще, и они не могут выплачивать, допустим, арендную плату, поэтому субсидия на аренду. Это в том числе может быть, значит, допустим, отсрочивание выплат в пенсионный фонд, допустим, за предстоящие 4 месяца и так далее. То есть не выплачивать невозможно, но просто отсрочить их, допустим, на 6 месяцев, на 7 месяцев, чтобы дать возможность предпринимателям сегодня не брать на себя эту нагрузку. Это может быть еще, допустим, отсрочка платежей по кредитам предприятий, то есть и начисление процентов, допустим, могут быть соответствующие помягчения в выплате процентов и так далее. И некоторые другие мероприятия, которые могут предотвратить закрытие этих предприятий, местных предприятий и предотвратить закрытие рабочих мест. Угармель, что бы вы посоветовали в этой ситуации предпринимателям? Я, во-первых, что связано с экономическим кризисом. Мы в конфедерации специально готовим сейчас тренинги по поводу того, как нужно предпринимателю себя вести в кризисных ситуациях. Вообще хочу сказать, что если предприятие устойчивое, оно всегда должно оценивать свои риски, которые у нее есть. Одна из рисков – это его экономический спад. То есть предприятия должны были быть готовы, что касается экономического риска. А что касается пандемии коронавируса, мои рекомендации могут быть такие, чтобы держать тесную связь с конфедерацией, держать тесную связь с соответствующими отраслевыми ассоциациями, чтобы им могла быть предоставлена помощь для того, чтобы пережить этот период. Потому что, допустим, в Ухане, где началась эта пандемия, уже идет спад этой пандемии. Потому что там уже заводы, допустим, Apple, Honda уже открылись. И сейчас там уже каждый день не наблюдаются зараженные люди. То есть пандемия уже уходит. То есть надо понимать, что это временное явление. Это будет три месяца, четыре месяца и так далее. Просто как-то пережить. Нужно этот период. И, безусловно, для сохранения здоровья людей, для предотвращения расширения пандемии, нужно следовать всем рекомендациям оперативного штаба при Министерстве Коммунистерства. Спасибо вам, что уделили нам время. Спасибо. О мерах, предпринимаемых в Азербайджане для отражения негативных тенденций распространения пандемии нового типа коронавируса на экономику, мы говорили с вице-президентом конфедерации предпринимателей Азербайджана в Угаром Зейналовым.